на ремонт пришел вот такой утих называется кватроник модель db 3329 по сути дела диагноз простой не включаются не работает хотя это и кватроник но по сути дела ремонт утихов всегда сводится к одному и тому же или он полностью сгорел потому что сгорел тем или есть проблема обрыв или обрыв провода или проблема с терморегулятором конечно кроме случаев когда это модный утюг с датчиком положения горизонтальным он там отключается здесь есть еще тогда плата но это модель без этого устройства самая большая проблема это разборка и сборка например здесь внутри трехгранная звездочка находится у меня в принципе есть и трехгранный я хотел бы показать что можно обыкновенной отверточкой подобрать из набора отверточек такой размер чтобы он туда входил и зацеплялся если зацепился если не зацепляется подбирайте меньше больше и тогда можно отключить открутить если нет тогда уже нам нужно трехгранная отверточка не трехгранная звездочка это непростая не всегда надо же в наборе есть у меня два набора отверточек но все равно есть такой трехгранная отвертка это самодельная из двух наборов ни в одном именно такой звездочка есть и граники на звездочки не что первое дело смотрим есть ли у нас связь нет ли обрыва в проводе это делается с помощью прозвонки с помощью прибора прибора проводов значит на прозвонки тут есть здесь есть здесь есть получается что у нас сам кабель целый это плохой вариант потому что нужно разбирать дальше утюг а это непростая задача сначала снимаем вот эту серую вкладку здесь много разных винтиков нужно таким образом запомнить и какой стоит откручиваем 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 значит если он видно поддеваем просто физически поддеваем вытаскиваем откручиваем вот я вытаскивает еще один винт вот здесь под этой крышкой заливной откручивается откручивается под углом теперь открываем открываем начиная спереди открываем до конца здесь открыли винтик положили в сторонку запоминаем откуда винтик и вот этот который под углом он самый маленький ну а тут который трехгранной дальше она не откроется дальше так и останется теперь нужно откручивать белую часть для того чтобы открутить белую часть сначала открываем ручку терморегулятора просто физически поддеваем и вверх и и снимаем здесь есть такой бочонок внутри тоже вытаскиваем его не перепутаем как поставить откручиваем винтики два винта тут и тут откручиваем теперь два винта вот здесь откручиваем их и еще если смотрим вперед то у нас вот эта вот штучка запоминаем где стоит вот эта резиночка потом потом сложно будет запомнить вот она сюда вставляется силиконовая резинка в паз причем вы срезаны на круглой частью наружу откручиваем этот винтик теперь у нас снимается это белая часть белую часть сняли у нас появился какой-то доступ доступ к проводам теперь можем добраться до проводов и если отсоединим провода ничего не получится все равно эти провода идут через терморегулятор откручиваем дальше но провода нужно отсоединить плоской отверточкой откручиваем здесь и отсоединяем мы потом не перепутаем с обратной стороны соответственно красный черный и желтый зеленый это земля так для того чтобы открыть эту прозрачную часть открутить нужно открутить вот этот винт большой надеюсь видно вот здесь есть большой винт вот эти два винта и еще два больших винта внутри внутри вот туда вот вот туда заводим и откручиваем здесь два маленьких откладываем их отдельно не перепутать с другими маленькими и один большой не столько ремонта сколько я все делаю не столько ремонт и сколько откручиваем и теперь можем открутить прозрачную часть куда заливается вода отсоединилась часть это и здесь можно вытащить провода как вытаскиваются провода здесь есть еще светодиод его отцепляем крышечка потом я поставим на место провода уходят сюда откладываем в сторонку для того чтобы добраться до терморегулятора нам еще нужно открутить вот раз два три больших откладываем их или в коренку или вообще не вытаскиваем что можем сейчас сделать можем открыть открываем у нас есть доступ уже к терморегулятор и меряем суть в чем если тен исправен значит плохой контакт в терморегуляторе если тен не исправен то со спокойной совестью идем и покупаем новый итак значит что мы делаем мы замеряем прозвонкой у нас есть сопротивление тена сопротивление тена значит проблема в терморегуляторе обычно это просто обыкновенная соринка между контактами значит при замыкании контактов здесь есть контакты вот эти контакты не там обычно у хорошего у тебя серебряные контакты поэтому лучше ремонтировать родной терморегулятор чем покупать китайский с медными контактами значит что нужно сделать нужно найти пилочку для ногтей обыкновенным движением пилочкой для ногтей берем ужины тоненькую и просто движениями прочищаем контакт и меряем в принципе или меряем или подогреваем подогреваем контакт сейчас не могу найти почему пилочка для ногтей вот у меня есть допустим надфиль надфиль туда засунуть никак не могу пилочкой для ногтей прочищаем контакт уже теперь к электрической части и все должно заработать потому что в данном утюге именно не работает терморегулятор так ну я уже его прочистил у меня уже должно заработать предварительно посмотрел в чем проблема значит если замкнуть контакты то и про звонить отсюда до сюда есть контакт это вход в терморегулятор это выход соответственно если зачистить контакт контакта не было сейчас он уже есть то включим включим и утюг будет работать на место ставим теперь все остальные части можем я отдаю клиенту а вы можете так отремонтировать свой собственный домашний утюг собираем в обратной последовательности и наслаждаемся в свой адрес лесными высказываниями вы настоящий мастер продолжу еще немножко видео по какой причине я хотя разбираю собираю этот утюг не первый раз все равно забыл при сборке забыл поставить вот эту красную треугольную стеклышко для светодиода пришлось снова разбирать белую штучку и забыл поставить вот эту силиконовую резинку все равно пришлось опять разбирать начнем тогда вставляется таким образом в квадратик там есть квадратик должен ставить вот таким образом и тогда начиная с задней стороны вот с этой стороны вставляем пластиковую серую накладку вместе со всеми штучками которые здесь есть закручиваем винтиками до упора клацну можем закручивать винтики ну и собственно сейчас можем проверить все ли в порядке с утюгом включая загорелся вот здесь светодиод сразу выключаю потому что будет слишком горячий утюг два с половиной киловатта нагревается быстро но это не проблема заканчиваю видео показал что исправен подписывайтесь на канал